Хочу на службу, очень нужен детский сад. На работе проблемы, я не знаю, что мне делать. Нашей семье очень нужна помощь юриста. Регулярно в женский совет поступают подобные обращения. Кто-то приходит лично, кто-то обращается анонимно через интернет. Но каждый, кто нуждается в поддержке и помощи, может быть уверен, для него будет сделано все возможное. Женские советы с поличной полицией появились в 2012 году. Инициатором их создания стал начальник главка Анатолий Якунин. Главная задача – помогать руководителям подразделений стать своеобразным мостиком между начальником и рядовым сотрудником. Спустя два года стало ясно – это удалось. Наша задача, еще раз говорю, сплотить служебные коллективы, сделать, чтобы в коллективах была такая обстановка нетерпимости нарушителем. И сделать, чтобы наши коллективы были здоровы, способны выполнять любые задачи, реагировать на любые риски, которые могут быть. Поэтому спасибо еще раз, уважаемые женщины, на вас только и надежда в первую очередь. Дамы в погонах помогают решить значительное количество проблем. Каждый пятый столичный полицейский и женщина. Им делегированы немалые полномочия. Это и решение спорных вопросов, и правовая помощь столичным полицейским, и работа по повышению имиджа московской полиции. Всего создано более 200 женских советов, которые объединяют 14 тысяч женщин-полицейских. Более тысячи из них составляют актив советов и всегда готовы оказать помощь и поддержку. И их ряды стремительно ширятся. Мы пришли, чтобы вам помочь. Представительницы Координационного женского совета беседуют с сотрудницами вневедомственной охраны. Некоторым из этих девушек предстоит перейти на другую должность. Своими вопросами и сомнениями они делятся с Мариной Астаховой, которая в Координационном женском совете занимает должность председателя. Она детально вникает в каждую ситуацию. Я хочу услышать ваши проблемы и разъяснить, собственно, то положение, в которое вы попали. Это выездное заседание. Если нужно, участницы женского совета приедут в любое подразделение, чтобы разобраться и сделать все возможное для решения проблемы. Выступать в роли посредника в решении конфликтов – одна из главных задач женского совета. Порой именно женский взгляд, беспристрастный и внимательный, позволяет уловить нюансы, учитывая которые проще решить проблему или найти компромисс. Мы всегда работаем точечно и всегда обращаемся к индивидуальному человеку. То есть у нас нет такого массового подхода. Вот ко мне обращаются женщины, ну и мужчины, на приемах бывают с конкретной проблемой. С каждым годом доверие к женским советам растет. За помощью к ним обращались сотни сотрудников и коллективов. Сделать это можно через специально созданную кнопку на сайте Петровка-38 «Сообщи о проблемах и успехах на службе», как лично или как в этот раз, написав коллективное письмо. Если вы хотите, можете обратиться анонимно. Вас услышат в любом случае. Нужна правовая помощь? Обращайтесь в женсовет. Здесь все объяснят максимально подробно. Необходимо оформить документы для получения пособия, компенсации или социальные выплаты. Вы не согласны со взысканием и хотите его обжаловать? А может быть, ребенку не досталось места в детском саду? Этот вопрос тоже помогут решить в женсовете. Большое спасибо, огромное спасибо тем, кто нам помог определиться в садик. Да, сына? Скажем спасибо. Скажи. Спасибо. Благодаря работе женского совета более ста детей полицейских смогли попасть в детские дошкольные учреждения. Члены женсовета активно давали оперативную профессиональную консультацию и объясняли сотрудникам, как отстоять свои права. И если в 2013 году за помощью обратилось 20 человек, в 2014-м 201, то с начала этого года уже 192. Месяц назад состоялся автопробег «Москва-Бородино». Его организовал женсовет совместно с управлением ГИБДД. Участники автопробега почтили память московских милиционеров, которые пали смертью храбрых, защищая столицу. Автомобили, в 70-е годы патрулировавшие улицы, теперь снова на ходу. 120 километров пути и финальная точка маршрута – Бородино. Мы, женщины, жены и матери, рядовые офицеры, очень остро ощущаем эту тонкую грань между жизнью и смертью. До боли и слез мы переживаем потери наших детей и мужей, которых уносит война, и жестокость современного мира. Мы хотим мира всегда и на всей земле. Но, однако, мы понимаем и свою ответственность за воспитание мужчин, настоящих офицеров, патриотов и защитников. Заинтересовать молодежь службой в органах внутренних дел, пропаганда здорового образа жизни, просветительские мероприятия, направленные на духовное и патриотическое воспитание детей и подростков, благотворительные акции, поддержка семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, а также забота о детях из трудных семей. Конкурсы рисунков, поделок, кулинарные конкурсы. Женсоветы помогли организовать больше ста таких мероприятий. Именно так и получается сплотить коллективы. Люди, много лет работающие вместе, узнают больше друг о друге и сослуживцы становятся настоящими друзьями. Спорт также в фокусе внимания. Например, в управлении внутренних дел по северо-востоку столицы было решено освоить игру в керлинг. Задача, конечно, новая, но достаточно интересная. Ну, организаторский стаж есть. В общем, я думаю, организовать любой какой-то нужный, правильный процесс – это не проблема. Соберем, у нас есть женщины очень спортивные. Женскому совету удалось главное – завоевать безоговорочный авторитет и среди руководства московской полиции, и среди рядовых сотрудников. Организация начала оказывать на жизнь полицейских коллективов системное влияние. Ее ряды пополнили грамотные, активные, инициативные, отзывчивые, сильные представительницы слабого пола. К ним сразу потянулись за советом и помощью. Может быть, нам больше доверяют, может быть, просто проще как-то рассказать, потому что вот так вот по-жински, знаете, по-матерински чисто поплакаться в жилетку. Я позволяю себе, в том числе и в качестве председателя женсовета, делать замечания даже руководительными, если у них, например, с формой что-то не так. Я считаю, что основа всего успеха в выполнении оперативно-служебных задач – это создание здорового микроклимата в коллективе. Это когда каждый человек идет на работу с гордостью, а с работой – с радостью. Мы можем услышать каждую женщину совместными усилиями, выслушав их, выслушав наши какие-то предложения, мы придем к обоюдному согласию. Согласно распоряжению начальника главка, женские советы организованы во всех территориальных подразделениях органов внутренних дел. Женщины взяли на себя многое. Руководители заявляют, женские советы стали незаменимой поддержкой и опорой. Когда мудрая женщина стоит у руля этой организации, она всегда может донести правильно позицию руководителя и в то же время до руководителя довести ту информацию, которая имеется в том или ином коллективе. В первую очередь, они очень активно смотрят за соблюдением формы одежды, как женщинами, так и мужчинами, делают замечания и самостоятельно решают вопросы. В женсоветы сейчас вступают не только сотрудницы полиции. Приходят и ветераны органов внутренних дел, и инициативные неравнодушные жены сотрудников полиции. Женщины, авторитет которых непререкаем во всех сферах деятельности, политике, науке, спорте, искусстве, оказывают неоценимую помощь. Мы должны с вами постоянно держать руку на пульсе. Моральный, психологический климат должен быть с нормальной температурой. Если повышение температуры есть, значит все. Работать подразделение не будет. Братство, поддержка, взаимовыручка. Без этого в полиции нельзя. Женские советы помогают сплотить коллектив, мобилизуя его на решение главной задачи – обеспечить безопасность в столице.